Сегодня будет ясно все Заходим, все тратят, заходим Тарасин, уничтожи Живой слава Богу Он так быстро вырос За лето вымахал за лето А сколько он вымахал за лето? Не знаю, больше меня Больше меня Не сложно быть Как после дожди, конечно Как после дожди, конечно Что, как-то нормально? Все, все Отлично, это уже Не знаю Дорков подождите Молодец Да нет, нет, ты не мешаешь Я уже пошел Остальные Уже ехали Отсюда Первый дом Все Все прошло уже Я тебя помню Скорее Нам достаточно Почти час Час прослушали уже Сейчас еще Давайте Приболее сейчас еще Преподателю 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 Аминь Проходите 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 Принестите жертву Здесь жертвоприношение происходит А какая жертва? Общение с близкими С братьями, сестрами Эта жертва Угодно Богу Кто не хочет принести эту жертву? Не заходите сюда Тот, кто не рожден свыше Не заходите Да, рожденные свыше Сюда Да Его четверт Кого принесла Как взят Надо обдумать ваши слова Милости вы государя Подумайте сами Надо обдумать Не могу сказать да Не могу сказать да Не могу сказать да Так Ну а болячих мы уже говорили Еще наверное Надо поговорить Потому что Может не всех вспомнили Там Общие молитвы Алексей Семенович болеет Вспомните его всегда В молитве У него То Одно то другое Уже Изрезанные От пятки до макушки Что называется Да Тут у него Очередная Инфекция Ну какая то Вирусная инфекция Дай бог чтобы Не коронавирусная Инфекция Его один раз Уже увезли По скорой Он Пролежал Продержали его В обсервации Сутки там Среди Всех Валящих Да Говорит это было Что то ужасное Не заходился Да Отпустили домой Вот он говорит Сисков выходи Как из члены Говорит На выход На выход Так что Ну вот у него В очередной раз Вирусная какая то инфекция Помоги господине Маргарита пришла Слава богу Да Молились о ней Любовь Петровна Говорили что вроде как Совсем плохо Да Уже умирающая Она Веселая Второй раз Посетили Ничего Не надо нагнетать Слава богу Татьяна Кузьмична Наверное уехала Она собиралась поехать В клочки Она в клочки Да Она собиралась туда поехать Батюшка знаете что в путешествии Там с отцом Иоанна молитесь о путешествующих Константин приехал Слава богу Там батюшка даже он мне звонил Один рассказал что они там благовестием занимаются Не просто так Не было в море 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 Антонины нет Антонина наверное там Другой храм Поближе На южном Пошла Валентина Барышникова Что о ней слышно Никто не знает Я могу сказать Но у нее болит нога Стала отекать Вот та нога которую Ее оперировали Выкачивали там что то А сейчас она стала отекать У нее по-моему Причем отекает так Что врач говорит Ну машь всем чем можешь Водочные компрессии Ну пыли А у нее единственная мазь это гепарин И водки нету как назло Да нет Водки накупила Стрежила это все Но А текам это не помогает Это говорит у тебя надолго Теперь не должен Просто так это вылечить Все ничего Просто так отделаться Да Возраст Да Да Раиса Николаевна Улетела Но недавно Только на этой неделе Да Мы думаем что она уже там В Москве Она звонит Я говорю Ну москвичка Как ты там себя чувствуешь Она говорит Столичная А я здесь еще Я говорю Как здесь мы Мы за тебя уже две недели молимся Что ты москвичка Да нет я тут еще Я говорю что ты молчишь то Как Ну понятно Я говорю если Когда прилетишь в Москву Позвони Не звонит Видать все еще в полете Да Даже в Америку уже Пришло Да я поверю Я забыла Я говорю только ты Напомни Это Дочери своей Всегда напоминай скажи Я хочу позвонить А она тебе как бы Напомнит Только скажи Я хочу позвонить в общем Узнать как дела Да Так ну вот Анатолия Кузьмича Мы молимся Да До сих пор Чтобы Господь Его Рассветил Истину Да Как бы Лучше пока Не наблюдается Не улучшение Ему крошечка Так еще О ком мы не вспомнили Ну вот Андрюша Съездили вы Да С Дашей Нет не ездили Он сам явился Явился Не забылился Сам Немножко Припылился Да Ну вот Перевязанный явился Я просил Андрюшу съездить Посмотреть как там Василий проживает Он Ну видимо услышал Наше Воззвание Наши тревоги За его Жизнь За его душу И так торопился Что голову себе разбил Ну вот Перевязанный Так Что-то нету Валерия Вроде он В прошлое воскресенье Это был Да Сейчас Слушал Валера Он уже был Не знал Был Валерий Да не было Не было Николай в деревне Анна приехала с детьми Ну это пока На следующий раз Будет точно Николай Нет Он Она с детьми Дома Приехала Из деревни А он С коровой Из деревни А можно сказать на эти темы? Братья Может быть кто-то сможет за ними заезжать Она же не на машине Мы заезжаем Заезжаешь? Ну все Спаси Тебя Христос Еще хочу сказать Вот коробка стоит Александра Михайловна попросила Спросить Кому-нибудь нужны кассеты Это кассеты Новый Завет И в этом виде Игнатия Тихоновича Чернявская Александра Ивановна Остались Если кому-то нужно Вы возьмите Там Знаете что такое А вот сейчас Пойдем Аудиокассеты Вот Прошлый век Но вдруг кому-то нужно У меня даже Майфуна такого нет За бесплатным У меня есть Этот Ну Метапол такой Но я не поняла Почему-то он не включается Кто может его проверить И спросил Витя Витя Кстати А где Алексей Заболеет Болеет А Наташа Она болеет Он болеет Да точно Наталья Она зубы делает Да У нее там Тяжело Тяжело надо болеться Там с пересадкой Что-то такое А Алексей болеет Ну в общем болеет Наталья Алексеевича Вот Наталья Алексеевича Наталья Алексеевича Еще кого мы не вспомнили Кто у нас еще Попрошу Да-да Говори Ну я попрошу Замалу Готове молиться Чтобы Благополучная Переехала И за ее обращение Сделка совершилась Состоялась Но еще Почему-то там Завтра будут разбираться Деньги не перечислены Сказать Через два дня Перечислят Она несколько раз проверяла Счет не пополнился Уже начали там волноваться Но я думаю Что все будет хорошо Это Сбербанк Это не где-то Какая-то Шарашкина контора Там Моги найдут Куда они делят Вот А я еще Хочу попросить У нас на работе Не старая Ну 53 года Я считаю Что это еще Молодая женщина Спаси Христос От всех Не старых 50 лет Да Чем старше становишься Тем Бодро старость Отодвигается Почему-то Я старую Я супер старую 53 года Бодрая такая Женщина Очень трудолюбивая Очень скромная Такая она спокойная Я как-то с ней Близко не общалась Там Какая даже семья Не знаю Муж у нее есть или нету Даже не спрашивала Вот она работает У нас и работает Как-то так А тут Она Побледнела Похудела И стали мы за нее Беспокоиться И она сама уже Начала беспокоиться Положили к нам в больницу А видите какая ситуация Ни в поликлинику не сходить Никуда Ни талона взять Ничего И она вот мечется Договорились Ее к нам положили В больницу В острой боли И стали ее обследовать Три дня ее обследовали И нашли у нее онкологию При том что уже в тяжелой форме С кровотечением И прооперировали Еще три дня Готовили к операции Прооперировали Удалили там часть кишечника И вот Материалы у нее все есть Беседы с ней были И читаем То есть вот Я за нее Ее зовут Галина В общем вот Помолитесь за Галину За ее обращение Всего Материалы Она в принципе слушает Хорошо Принимает все Чтобы коснулось Ее сердце Может у нее есть такой Магнит Можно было бы Жалко Я спрошу Весь новый завет Ну помолитесь Может быть у нее вот Как-то сердце Так наверное у нее есть телефон Может быть такой Просто можно набрать Игнать Тихон Славкин И все Зачем я мучиться с этими 50 Еще что Евгений приехал Вячеслава Богу Да ну Александр Который оглашенный Да Александр Он Под Челябинском Сейчас там Их бригада Их три человека Они грузчики Ну такие автономные Договариваются там У них тут есть Дилер такой Который по Союзу Обзванивает Где там фермеры И Договариваются На какую Какой там наш Сколько там зарплата Их туда засылают А они Выплачивают И им хорошо платят Хочу сказать Ну там работа Он показал Как они работают Он Все сам Большая куча вот этого льна Ну там они все подряд Пшеницу Все посудят И прям сам мешки набирает Сам таскает до весов У него свои весы Сам прошивает все Ярлыки там этой фирмы И потом сам складывает штабеля И показывает Сколько они вот за неделю сделали Вот такой Как у Игоря Склад полностью И в 3 человеческих роста Вот так вот все Втроем Он говорит что Сейчас скажу 500 тонн А может и больше даже За неделю На себе И он вот прям Он так интересно мешок берет Я так никогда не брал С весов Вот на весах Стоит мешок Он его На себя Наваливает На коленке Ну не низко А потом хватает Так вот И вот так вот раз Как кувырком И он уже здесь у него Вот такая у них техника Понятно Вот он Занимался Тем что кормил и поил Голубей Игнат Тихоновича Уехал И на кого оставил Я даже не знаю Как они тут Выжили Сколько их там осталось Игнат Тихонович Живые голуби то Живые Половина Половина Никому не передал Никто не Не смотрел за ними практически И с кошкой Я не знаю Надежда Васильевна Это черная кошка ваша или нет? Нет? Это чужая Чужая? Ну вот она здесь почему-то Да она не одна такая Тут кот кошка и два котенка Больших уже Тоже черных Ну их тут подкармливали Тут и местные жители подкармливали Так вот Александра Михайловна нету Она здоровая Здоровая? Да Ну слава богу Слава богу А то я смотрю От нее Передали А Так еще О болящих Отсутствующих А за это Тетя Алла А за Таню Как нам молиться? За Таню За ее Дочь За нашу Сестру Ну как Чтоб Господь Помог ей вернуться К нам В наше К нам Среди нас Чтобы находилась И не слушал никого Чтобы не слушал никого Потому что Компромиссы Они К добру Не приводят Тут нужно на двух столях Не усидишь Дело все в том что Нужно выбирать Сейчас батюшка приедет И первое там воскресенье Будет у нас собрание Годовое И надо подсчитывать Как говорится Убытки и прибытки наши То есть это надо будет все То есть человек в общине Не в общине Потому что это же тоже Такое дело На подвеске Уже полгода Спасибо Христос На новом группе Напиши ей Спроси Скажи что Спасибо Господи За молитвы Да наверное легче вам поговорить Чем мне то Саша Дмуха наверное С тобой легче поговорить Чем со мной А при чем здесь Саша Дмуха Ну как Он контролирует ее Я говорю тебе Татьяне напишет Я так понимаю Что он ее контролирует Не просто так же там все Не хочешь нет Там же без контрола Никак не обошлось с сатанинского Как так Человек ходил Братья и сестры Благодарю вас за молитвы О внуках Внучка поправилась Анастасия И Выходит из болезни И внук тоже А с домом Что там у них А с домом Дома никак То есть Обанкротилась Это строительная организация Которая строит домы Жилищные Жилищные И теперь Неизвестно Насколько Ничего себе А какая там компания Я не помню Как она называется Ну вот этот Жилищный комплекс Около Санаторий Варнаульский Ааа Это не жилищная Нет Это не жилищная Инициатива Я говорю Жилищная Строительная компания Жилой комплекс Жилой комплекс Ну что Парковый 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 Жилищный комплекс Парковый А Любовь Николаевна Никому не отзванивается Ничего Партизан Нет не было звонков Настовский партизан Партизан Ну я прошу молиться О сыне моем Никите Чтобы Господь его Побудил Чтобы он Посещал Дома Он молится с нами И утром И вечером И за столом Ну все Как бы общение такое С вами живет Ну да Пока У него там ремонт В его квартире Поэтому Там Жить пока невозможно Все Восьмером Мы пребываем В одной квартире В конфликтной ситуации Неизбежны Неизбежны При одном туалете Неизбежны Двое детей И еще третий Можно сказать ребенок Но этот ребенок Слава Богу обслуживает Тебя мы его забрали из больницы Практически вот овощем Что называется Первый раз Привезли оттуда Когда из больницы На простыни его погрузили в ванну Отмыли Положили на простыню Обсушили Положили на постель А теперь он сам все это делает То есть Себя обслуживает полностью Ну меняем только От этого у него цистостома стоит Там Вечеприемники Все это дела Ну Тебя обслуживает Это уже хорошо Слава Богу Так что Спаси Христос За ваши молитвы Ну вот еще У нас тут Такое Сегодня Просьба Помолиться о нашей сестре У нее сегодня день 50 лет Так что Чтобы Господь Продолжил ее жизнь земною Ульяну Она Ему Увеличил духовные дары Да Увеличил духовные дары Многое круто Многое круто Многое круто Многое лето, многое лето, многое лето. Спасибо, Христе, Боже, спасибо, Христе, Боже, многое лето. Многое лето, многое лето. А нам всё невдомёк, какой остался на земле несчастным людям срок. И страшный скрежет слышен нам, земля давно трещит по швам. Уж ясно слышен трубный зов, он нас зовёт под Божий кров. Готов, будь ко Христу идти готов, готов, готов. Век потребления подмял, соблазном, богатством соблазнил. И человек не устоял, бороться нету сил. Пошли нам, Боже, благодать, чтоб от соблазнов устоять. И от тебя нам не отпасть, опять, опять. И нас не трогает уже ни звон колоколов, Ни проповедь на Спас-ТВ, ни моет Зинозов. Погрязли мы в рутине гней, и выбраться нам всё трудней. Ответ держать нам на суде, за что творили на земле, Что жили в постоянном зле, во зле, во зле. Солнце последние лучи, ещё нам дарят свет. И по небу летят грачи, а пчёл почти уж нет. Земля летит в тартарары, избавь, Господь, от этой мглы. Очнитесь, люди, ведь душа навеки Богом вам дана, Где будет вечности она, она, она. Я знаю место на земле, где воду берегут, Не матерятся там уже, не курят и не пьют. И в храме, как одной семьёй, склонились, Боже, пред тобой. Ради таких вот Божьих мест, земля стоит ещё окрест. Земля стоит ещё окрест, окрест, окрест. Божьих. 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 Ну, на Мишу, ну, не, никто не знает. Надо посетить его, я уж сколько-то забылаю. Сам пока не могу. я хочу вам слово все уже выговорились батюшка кому звонил там на благовестие мне не виданное неслыханное дело батюшка был на благовестие то ли кому-то евангелие в вагоне дали не знаю даже я ему тут еле-еле два евангелия батюшка возьмите евангелие я эти не буду брать мне не нравятся обложки вверху это евангелие какая разница какие обложки вот такое известие поступило слава богу это на серьезе поблагодарили бога дальше батюшка вам говорил что прокуратура приезжала предупредили заранее ну что было хорошо что при нем было и представили девчонка прям совсем молоденькая из прокуратуры районе положение были разное посередине кто-то что-то сказал указал но отзывы то идут теперь по интернету начале сеговистов свидетели его его дальше перешли на этих переказывали а теперь вы конечно загадка рпцз и ничем не рассечается от нп и все так и не так и но мы батюшка сказал может быть кто-то пытается там что-то нет говорит пачка все документы показал зарегистрированы она везде прошла и даже бывший лагерь теперь музей везде побыла и по-хорошему расстались для чего это нужно было я думаю это связано как-то с сессарионом этим христом себя называют сергей торов вот и теперь им надо указание может быть даже свыше было проверить я считаю что это правильно раз на территории это находимся то и узнать а еще как что потом когда коснется как дети солнца 980 человек и все самоубийством окончились ну допустим и не сами помогли туда уйти в америке было это темпл вот такое 16 сентября престольный праздник был ну мне пришлось сказать слово по благословению владыки петрополита сергия а разъяснить что такое 72 псалум проповедь была очень необычная так и не делается и на разъяснить и на нас ввести в тысячи лет три тысячи лет назад ввести туда и показать как это все выглядит и перевести на нас а вот смотрит на меня батюшка я тогда говорю владыка благословите благословили я стал говорить а владыка мы даже подчиняться писанию это обедает я говорю написано подражайте мне как я христу павел говорит мы можем подражать мы павлу а почему же нет так он сам говорит но почему сейчас вы уходите когда выезжаете ну как патриарху колесам кланяется автомобиль а почему так и простите как бы тогда они вместе преклонили колени на берегу реки и помолились и со слезами падали ему на шею обнимали его можно так сделать это почему нельзя леска поговорил думаю как теперь уже подготовили палатки чтобы это время то такое и даже не были где-то и когда он пошел в деревне там ему-то один старый обрядец написал жалобу старый обрядец написал это тоже вещь редкая такая и он вы вышел из храма и с ним 20 священника батюшка это и там семинарист и пошли туда и как только дошли до володи где живет а мы уже там на пути палатки расстрелили одеяло и вместе склонили колени и стали молиться и он своими словами помолился это знаете такое простое дело для тех которые по евангели живут но у нас этого нету и что владыка пойдет меня спрошу верил в это я говорю я верю что это возможно но я не знаю как они заранее думают а как со товарищей другие епископы митрополиты как посмотрят он не стал ни на что смотреть и на коленях и все это засняли в интернете сразу пошли на даже какой владык этот простой и помолились и попросили благословения и давай ему поцелуи давай друг другу но конечно впереди его и написано со слезами мы не можем сразу заплакать мы вас не отпускаем и вы не говорите что никогда не приедете я даже оговорку взял это вот такое событие ничего не значащего но она выглядит фундаментально просто и тут же вы решение прям сразу же не мы а мне пришло написать патриарху воспользоваться моментом я ему сказал садится машина голодых а если мы патриарху напишем письмо сказал примерно а что тут плохого то нету ну вот сразу собрались и стали вместе несколько человек тут гостей у меня хватало то умно так составить думаем мы ну и пошли по интернету отправили сюда ему владыки ответа никакого не было счетом ну и патриарху а там с москвы приехал один брат и он пришел и патриархию снимает и вышел там маски какой там представитель патриархии как брал и дальше все как отвечает есть мы написали чтобы его от нас не убирали они обычно как перекидывают таких кажется уже тут у нас есть нет а где-то нелады большие вот приехал то здесь какие нелады были то это губернатор был здесь который карлин то и уже сказал что я не насколько достоверно это не могу утверждать но дело было такое что этот максим здесь не нужен чуть ли не ультиматуму ну и его максим отправили там захудалая какая-то мы там были а здесь то богатейшая метрополит понятно и у него со всеми наладились отношения где были а тут со всеми эти там священники все за денег все было этот нет и у него и дело то по всем статьям совершенно не такое мы говорим владыка этого патриарха он все сделал не трожьте его он не просто как метрополит он как отец родной с нами и как он бывает и мы все это описали показали как на коленях стоим море а там в москве сделали печатели что-то поставили расписались тут и чтобы отдал ответ кажется от моего имени а не а то письмо может даже и так вот это тоже ждем и теперь а какой ответ ответа и нет ответ там один не трогайте нашего я так и называю нашего митрополита как он приехал как он всем интересуется как крестный ход был ну все абсолютно не так как было раньше с кем-то другие с другими вот на остальное еще сказать мы работали я потом при выборах когда будет скажу большая работа самая была на пруду где коров поет потом самое глубокое место посередине мы замерили один метр проберзает и как и мы решили так где вода уже все был мы четыре года поднимали плотину зарос то насыпешь она же ничего нету надо чтобы у села проросло маленькая и дальше и мы передвинули где вода стекает на 15 метров в сторону там где не просто вода текла там сухое место и подняли на метр десять вот теперь что у нас получится весной если все нормально а мы сделала так вода если пойдет и наш короб какой стоит там деревянный просмоленный туда даром и рядом мы сделали канал с небольшой перемычки если вода сильно пойдет перемычку только сломал и дальше гэс заработала уйдет со стороны за смотреть что а для нас это событие мы сразу же залибливаем он знает брат игорь был как мы карасей ловили и другое место перевозили 750 штук а теперь расплодились мы там уже рыбачьи большие караси нормально золотистый карас тем более лучший карась и вот это тоже у нас событие сделать то сделали огородили а коровы то еще что-то это ломали то ничего или не сломали и теперь к весне мы там назначаем то чтобы ходили чаще проверяли другие это где у нас там 5 прудов то всякие твари на полу бобры это серьезный серьезный такой побег это животное стояли на берегу березы например вот так вот я охватываю вот такой толщины ты березы все повалили в воду грызет и грызет у него пилки вот такой величина видимо зуб туда и дальше пилит и отваливает и березы туда рухнули и не надо на сушу оттуда он знает откуда подкопать ее а теперь они там его разделывают и на зиму таскивают это ему дрова топлива едят где и андаторы а я приехал туда вижу разрушает плотину батюшка пошли а у него хатка хатка это где он зимует и хатка основание у него и у хаты примерно от этой стены до той вот такое основание я не знаю метра четыре с половиной и пошел батюшка везде там там бобры а я приехал разобраться с ними все обошли на всех прудах ни одного бобра нету ни одного нигде все засохло видно в квартиру не заходят паутинка висит нигде нету что это такое может услышали что тут что-то водит даже батюшка пошел докажет а только такие засмоленные места были они пузом-то этим с водой-то идут и видно где я стал прикуда купил капканов хороших звук салон дужки попадает барсук вообще не ожидал большая барсущих она как наш шарик собака проходит валяем меда дур опять как они там пить в него водопой а их полное они не запрещены нигде ну вот так вот а потом отдаторы я не знал вот они где ходят а под водой залазят и дальше не видать он под водой нырит нырит а нигде нет но сток сделан это я молнию говорю давай сделаем так чтобы вода маленькая она получилась я подумал что нанесло туда это они поднимают уровень палочки засмаливает их бобры и они перегораживают реку настоящую перегораживают в америке есть одна река 750 метров сейчас нашли 1200 даже больше километра грызут и делать прямо заостренное как свая грызет туда вставляет подпора разная большие камни килограмм почти 10 и волосчет в воде и камнями все за и длины замазаны вода нигде не проходит и поднимает уровень а уровень воды это значит поля и все но у нас маленько не так они поднимают я не думал что это они палки здоровье как нанесло и замазала такая-то андатры тоже так делают я взял маленько провел поставил думаю пока пока а у них эта тревога вода уходит вода уходит значит все будет наружи это как для нас пожар и видимо они какой-то сигнал ты идет от воды они же слышат это все и они туда бросились где поставил капканы ни одной нет а тут кинулись в один капкан 2 попало даже я такого никогда не ловил для дата на шапке который а мы-то никуда этом берег устилилами прихожу опять трое везде перекрыли все но уменьшили но что все никак вот тоже работа это куда на рыжевский пруд на велосипеде еду а потом об уши надо ходить там вот это наши простые такие были дела мы приехали это вчера я вам говорю что это было не просто так придет время может быть больше будет сказано пока даже и говорить об этом будем так нас господь сохранил мы все вернулись и по милости божией мы намерен уже начинаем связи устанавливать как это будет с нами все лето был брат сергий где его нет сегодня он хворает или что не знаете кто все знаем все пока еще не надо живой на славу богу да по милости божией мы сюда приехали как будет дальше мы не знаем пока полным составом приехали надежда россияна володя и я евгений иванович вяжется туда он помог мне там и даже не закрывали все лето в конце на три дня закрыли что там уже кончили средства и он сразу перевел опять очень плодотворно было новые люди если бы из тех людей которые пришли в год и еще 14 человек принимали крещение нам бы здесь несколько когда обмолдительных домов надо было или храмом построить но людей разных местах и которые прошлом году крестились они приехали нынче уже в гости помогать это не то что уверовали все один из них особенно так близкий он приехал с женой и с отцом это первый раз такая семья и приняли крещение и он когда вернулся он трудится для бога притом везде разумно поступает тот момент на работе его не принимает привернулся и начинает увольствие бородой не положено обслуживающий персонал аэропорта разные люди а он из казани так мусульман много он написал письмо мне ни одного замечания не точно как раз в это время у меня дипломная практика была защищаться тогда я ну хоть подровняю не могу я православных христианин вот конфликты бывают у людей то они мусульмане они меня за своего признают а у него половина крови татарская я какую беду сделал то и все стали молиться и который замначальника подбивал чтобы его выгнать то того уволили а он остался на работе и приехал сейчас это просто все такое удивление он в электронике разбирается хорошо когда здесь тут своими никак нельзя они приехали там будет так что если бы эти люди были здесь которые все это я бы не знаю но они трудятся мы вели занятия сергей павлович один вел занятие а сейчас в четырех местах и одно занятие ведет молитвенное никита был здесь колесников никита никита не такой никита большие изменения и он говорит я все получил здесь и ночные молитвы как учился и послушали но люди большинство то наши там на тоже знаете каждые два часа начинается молитвенное собрание молятся все новые люди приходят очень большие связи у нас с мусульманами вы там не бываете не знаете но молите чтобы бог так устроил мы говорим о том что людям неизвестно совсем они привыкли судить там у нас попут на таких делах там монахиня она купила себе машину за 9 миллионов машина это комбайн у игоря только 9 миллионов зачем она и тут на такие вопросы отвечать не надо людям которые завидуют я говорю вы не завидуют у меня есть то что нет ни у путина ни у патриарха а что есть я выражаю велосипед и две голубятни а велосипед инструментами когда в городе глина вижу вам не надо печку сделать я всегда передвигаю а а их если выброс так и неизвестно проживут они или нет без зато без подпитки вот мы вернулись лето было благоприятное во всех отношениях но так как было засуха плоховато с картошкой я володя про морковку скажу да мы привезли морковки мне показалось не один год сколько не привозили больше раза в три так просьба кому для бесплатно морковка разного размера и там помыли даже опустили в погреб кому нужна морковка и нафа морковку нарастили ребятишки предлагает сейчас морковку пока нет она там не была ты спроси пожалуйста пока предлагает чтобы потом так понимаете все свежее так кому нужна морковка посмотри бесплатно одно условие чтобы она вас не пропала сегодня кто остается на занятиях поднимите руку руки на занятия мы хотим вашего разрешения стол украсить привезти то чем вы богаты у кого дети если эти разъехались те мы нарвали много ранеток примороженных очень вкусная целое ведро еще два остается второе говорят тут несовместимость пищи чем-то а с чем если не знаете я скажу есть несовместимость только одна полная на всех не варить козленка в молоке матери а израиль чтобы не ошибиться сделали два окошка в ресторанах везде в одном молочном другом мясное и за последние горит там сколько 50 100 лет никто не получил одновременно утром бери с одного вечно другого еще чтобы не нарушить заповедь божию так вот я спрошу мёд сотовый и рыба жареная совместимы или нет апостолы ели апостолы ели апостолы ели воскресе воскресе то христос как раз это и подал рыбу и мед написано сотовый мы нам там в соседней деревне мёд покупаем дал сотовый мед мы гостей угощали хотим сегодня вас угощать земляшек надо чтобы оставили второе рыбу правда мы не жареный варили сегодня с карасями и привезем рыба костистая но я называет царская рыба на такой вкусный и приятный золотистый карась ну и 3 орлетки поставим оставайтесь еще тыква тыква тыквы еще тыква 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 вареная надо здесь нет а так раздавать сарский стол кому тыква нужна тыква у нас тоже здесь вот он поднял руку Андрей так морков конечно морков надо держать соответствующий обстановке чтобы она не задрягла так морков кому нужна? повторяю морков уже здесь вчера мы опустили сегодня можем поднять она в мешках накладывать у кого морков морковку не получит а у кого морков тот получит полагается морков а не морков какой-то корень морков тебе надо что-то? не надо тебе еще он уже свое получил не надо спрашивать про иоанна и евро сенью оба мы про я написали про они болеют двое но просят одна женщина ты же написал что иоанн полностью выздоровел и он написал вчера вечером написал что у него место непрекращающая кашель сделай список что вам нужно так вам сборка нужна я спрашиваю ребят она же здесь живет она живет так из продуктов из тех там рожки и проще что нужно это обращался кому-то кто-то даст мешок муки и вот уже больше лет 15 у меня один и тот же спонсор один я каждый вот пишу что мне нужно человек который нас может сказать и не знает и она все выполняет директор и выполнять настолько добросовестно елена 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 кому мы помогаем это через неё я пишу мне нужно 96 килограмм масла допустим 12 мешков там с первого сорта и один раз написал сахар а у них сахара нет не было они приезжают я даже не ожидал что привезли большие фляги 4 полные под пловым мед купили 4 фляги вместо сахара я грей фляги и фляги все вам и нынче они прислали людей своих к нам поснимать календарь готовят я должны к этому рекламу свою дают в пуражке там с надписью куртки там называется мельник везде оно такое есть это не просто так это люди которые знают свое личное но дело-то в том что отводит меня которая приехала одна и дает письмо и угры то что это директор вам деньги я так и попятился какие деньги это мы вам даже столько лет помогаете понимаешь это не выразить сколько то вы видите что мы вчера только половина почти скинули другие места и она еще и деньги присылаете елена интересного попутно сказать из-за голубей однажды я сидел в кабинете директора реквера ворочного завода пальтари роберт орбертович и там еще один человек а тут тоже оказался голубятник а этот сидит новый так он у нас был даже кривобоков кажется и он говорит я хороший достал пару голубей там какие-то я не знаю воронежские что ли коричневый весь небольшого роста и вылетел голубятник а я сижу слушая время на днях полетел такой да вы что поедем смотреть он посмотрел когда я это бой я гречить поддам что ли его а у него она разделенная пара получилась а он у меня уже женился здесь у него семья новая ну что я хороший а он каждый директор тракторного завода потом стал я забираю его а так они привезли вечером 4 или 6 голубей породистых другой породы где-то ну я говорю смотри если он у тебя еще раз улетит я не буду познал бы как она тоскует голубка то сидит я 3 приходит он как штык явился так вот знаете как она голубка голову положит а он ее там перебирать он не может как салайка клюв целуй он голову положит она его там гладит пришел голубь это неизвестно где теперь а человек который там был он меня вывел на того как он говорили я только даю список что мне надо вот не было чего-то и представьте себе четыре фляги меда ну я распределил там умер сюда здесь раздавала это что бог и через голуби вот тебе не нужно не мы не знаем что ненужное что нужно поэтому я выезжаю тут наказал как голубей кормить барабаш помогает на пшенице то есть отходы как на пшеничные 1300 килограмм на зиму мы начерпали 1300 килограмм представьте они прожорливые ну там может быть года надо бы даже все это запечатано чтобы больше не съели все и воды туда приносила на потолке же там высоко две шесть и шестьдесят литров воды туда в банк она наставили попросили там и 8 и хита вы степок под контролем берет так что у нас есть друзья здесь любимое дело и мы сюда ехали с такой радостью готовились готовили еще бы не забыть только ну как будто бы все привезли я благодарю всех кто молился кто слышал кто знает и вот что батюшка был как день рождения мы отмечали на костер пошли давайте опять костер разожжем уже не раз так было и они прочитали канон я киму явно а дальше было сидели беседовы снимали лето прошло очень продуктивно из нас никто не заболел работы было много и как-то все так шло гладко ровно а что какие-то с кем-то не урядится дать и как радостно видеть когда приезжаешь а тут еще есть да кто-то вы даже посвежели помолодели с надеждой васильной в интернете сколько вам лет я 8 2 1 там два раза моложе меня и вот месяца чужихся бритая еще на москве так себя не дерутся как надо жить открыто в первую очередь открыто тебе не надо думать сказать не сказать живи обнимай благодари богу и все на этом накорми напой и у нас такие экскурсии были удивительно на каренду несколько раз ездили а летом все разутся босиком и вокруг обошли это 6 километров на рабочей сложности но надо было видеть как бояться наступить а пока на пришли назад проснулись еще здоровее все стали как-то за конкурное лечение кажется через подошву-то идет лена испытано мы ездили не поняла сказали мы ездили на каренду лечет чего-то на каренда это мне как говорят крыжовник скрестили за смородиной очень живущая ягода 4 октября 4 мы туда поехали и все еще ягода 4 октября уже застыла и она не застывшая но мы набрали тут привезли володя здесь она да и можем угостить немножко набрали помыли так что сегодняшний стол с вашего позволения мы постараемся вам украсить так тыква так возьмешь так узнай не нил алексеевна как так сегодня можно взять конкретно морковку и это что же вы такие выручай я чем вас выручу я свою нарастила спасибо христос бери морковь так мы хрен накопали там хреновое поле упало такое хреновое поле и вот хрен вам я в этом году попробовала хрен по новому натереть с лимоном лимонный сок лимончик маленький порезать водички чуть-чуть и соли это вообще так вкусно и две банки уже от нас а хрен вошел поговорку в какую знаешь хрен на речке не слазь а это означает целебное что интересно в жертву нигде господь не поверил мед приносить а грешность морер там а горькие травы горькая трава от это понимаешь что по нашему вот назвали сейчас иные иные в этом усматривают что-то а вот так и в интернете везде в википедии называется на коне баптисты двое мой брат жил нельзя хрен на знаках хрум если бы мы это понимаешь я придумали а у тебя собака ощенилась а кто там мальчики девочки сука и кобек другого названия нет а почему эти слова-то прилипли к людям она сука дома у меня не живет у меня было когда мы ехали однажды и там как бы не библиотека оказалась с милицией в одном в одни двери заходить то не милиционер то заволновался с бородами что за ваххабиты а когда с города приехали которые обижают ночью-то этот подошел а сергей выводит собаку задом ну ты собака обернулся так получилось здорово но вот так всем благодарны кто молился мы просто как на крыльях пролетели так можно сказать мы вас все помнили кое-какие занятия пришли люди благодарны хорошее занятие так что оставайтесь мы сейчас уйдем молодец принеси сразу сюда что можно ну и сколько людей будет поэтому соточки разрезать настолько счастливее нам-то давали мы и гостям давали одна рамка была на всех мы ее все лето тянем все у меня завершаем преснопение трапеза достойно блажный тетя богородицу пресно блаженную и принято ручную и матерь бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафим без искрения бога слова ручную сучую богородицу тя величаем господи защити родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних распри от беззакония которое втанью остановить делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших тебя обрати к истине чтобы божественную любовь твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат тебе как должно пусть покавится в небережении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе господи прави досуды твои над оси за то что оставили тебя и слово твое изреченное в святой библии прости нас господи владыка жизни что сокрыли имя твое бога и его дух святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия а воочи господи научи нас семикратно в день прославлять тебя за суды правды твоей тебе хвала слава честь и поклонение пресвятая троица отец святой дом аминь аминь милостивый господи спаси и помила раб за их предстоящих пред тобой и все их родство и соединим молитву нашу господи с молитвой всех святых молящихся на небе и на земле прими нашу молитву с воздеянием рук и услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее любящий наш отец небесный ради голгофских страданий и крови пролитой сыном твоим недородным иисусом христом прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них спаси их и помилуй аллилуйя говори господи владыка слушает и дослышит раб твой аминь аминь и еще известие у Истинного Владимира в Потеряевке умерла мама Антонина прекрасная христианка 98 лет была если можно упокой душу пропеть это жена Александре Ивановича Антонина пропеть, упокой господи на Александре Ивановиче? да, жена жена его Антонина у Владимира есть жена и не упокой при всем дружу нам и твой и я и не жени не болезни печой и господи хрония но жизнь бесконечная и и и еще не помнили мне по Людмилу Степану болеет Людмила Степана болеет молитесь о ней мы знаем мы все знаем они что которые они все и они мы и мы мы помнили